На сцену один за другим выходили с поздравлениями, словами благодарности и подарками гостей. Супруги Кочурины, профессиональные музыканты, аранжировщик Виктор Федорович и преподаватель вокала Эвелина Борисовна награждены почетными грамотами администрации Приморского сельского округа и благодарностями мэра Анапы Сергея Сергеева и Совета депутатов города-курорта. Сегодня успех коллектива невозможно переоценить. Наверное, самое главное, что студия «Каскад» воспитывает подрастающее поколение. В шести вокальных коллективах студии «Каскад» сегодня занимаются около ста человек. Самые маленькие, изюминки, делают первые шаги на сцене и в музыке. «Звездный дождик», «Лучики», «Надежды», «Фаэтон» — это уже уверенные участники конкурсов и концертов. Увидев выступление детей студии на последнем конкурсе «Парус детства моего», композитор Алексей Некрасов подарил им свою «Олимпийскую песню». Вот эта песня, она получила путевку в жизнь. Поэтому я вам хочу сказать в добрый путь, дорогие ребята. Большое спасибо, Виктор Федорович, большое спасибо, Евелина Борисовна. Пусть эти цветы, как память об этой песне, сопровождают вас. И я надеюсь, что вы достигнете новых высот, и тем более на Олимпиаде. Эту песню судийцы споют всему миру на Паралимпийских играх в Сочи. Глядя, как развиваются и поют их дети, родители и сами запели. Да так успешно, что вскоре сплотили коллектив для взрослых под названием «Тет-а-тет» и получили грамоты от Государственной Думы Российской Федерации за вклад в развитие культуры. За пять лет пятнадцать выпускников студии выбрали музыку и пение своей профессии и стали студентами вузов культуры и консерватории. Пять лет – это мини-юбилей, когда можно оглянуться и подвести первые итоги. Мы очень счастливы, что за это довольно короткое время было достигнуто столько, много. Мы и поездили на многие конкурсы, и, конечно же, были признаны в нашем родном городе-курорте Анапа. Да не покинет вас успех! Желали студийцам в этот вечер коллеги, гости и все зрители. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион.